Всем огромный привет, вы на канале Аня Настя Лайф, я Аня, а это Настя. Кто на нас еще не подписан, рекомендуем подписаться. Мы украинки, которые временно проживают в Германии, каждый день снимают ролики о своей жизни. Мы узнали сегодня новость, что во всех паспортных сервисах, консульствах Украины за границей приостановлено оформление и получение паспортов, водительских удостоверений и прочих документов. Это подтвердил наш министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подтвердил информацию при остановлении и предоставлении консульских услуг гражданам Украины призывного возраста, которые находятся за рубежом, отметив, что в нынешних условиях главным приоритетом является борьба за выживание Украины. Прямая речь Кулебы. Как это выглядит сейчас? Человек призывного возраста выехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается. А потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране война. Детали. Кулеба отметил, что защита прав и интересов граждан Украины за рубежом была и остается приоритетом Министерства иностранных дел. Однако в нынешних условиях главным приоритетом является борьба за выживание Украины. Он напомнил, что обязанность обновлять свои данные в территориальных центрах комплектования существовала и до принятия нового закона о мобилизации. Если эти люди считают, что кто-то там далеко на фронте воюет и отдает свои жизни за это государство, кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, то так это не работает. Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанности перед Родиной. Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно, подчеркнул Дмитрий Кулеба. Он добавил, что вскоре Министерство иностранных дел предоставит уточненные разъяснения относительно дальнейшего порядка получения консульских услуг для мужчин мобилизационного возраста в зарубежных дипломатических учреждениях. Как-то так, ребята. В общем, такие вот новости. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Правильно это решение, либо же нет. Мы так почитали комментарии в фейсбуке украинцев, и они разделились на два лагеря. Кто-то говорит, что да, правильно, давно нужно было так сделать. Другие говорят, нет, неправильно. И потому что многие украинцы, мужчины, да, работают за границей по странам Европы и со своих зарплат отсылают донаты на помощь Украине, на помощь ЗСУ. Поэтому это как бы неправильно, они так считают. Я не знаю, что думаете вы. Напишите. Пока вообще непонятно, конечно, все это. Ну, может, еще знаешь, Аня, это пока что так сказано. Время идет сегодня так, а завтра уже другое будет. Ну, это чисто я думаю. Ну, посмотрим, как оно будет. Хорошо поменять что-то. Пишут, что даже те, кто уже оплатил, да, там, оформление загранпаспорта, оформление водительского удостоверения, любого другого какого-нибудь документа, то они тоже не получат это, ни денег, то есть, типа, и ни документа. Поэтому как бы это такое непонятно. Ну, может, это, конечно, все слухи, как оно будет на самом деле непонятно. Но напишите свое мнение, будет интересно почитать, что думаете вы. Послушайте, интересно будет, что вы тоже думаете по этому поводу. Мы приехали сегодня в Нойс погулять. Солнышка, конечно, нет. Были мы здесь один раз, ну, так, недолго мы тут гуляли. Недалеко от нас, вообще очень близко. Сейчас посмотрим, как доехать до центра, на каком трамвае поедем, прогуляемся. Погода сегодня более-менее нормальная. Дождя, слава богу, нет. Но так, конечно, прохладно, но главное, что нет дождя. Это не может не радовать. Так ты давай говори, сонночка, 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 как ты тогда и хотела. Нет, я дома совсем. Как ты это делала, а не то, что хотела. Это надо стоять возле окна и это делать. Ой, прям возле окна. Или такой маленький загон, понимаешь? Да, да, прям возле окна, да. Не люблю снимать на улице. Все постоянно смотрят с таким лицом, как будто никогда не видели, как человек разговаривает с телефоном. Такой маленький городок Нойс. Это, я так понимаю, уже центр. Оказывается, даже ехать никуда не надо было. Просто пешком прослись и все. Ел расшоп. Прикольный, кстати, магазин. Типа, как у нас все по три. У нас все по пять. Всякие хот-доги, картошка. В общем, как и во всех городах Германии. Картошка и хот-доги. Везде. Интересно попробовать настоящий баварский хот-дог. Это эти баварские сосиски. Это было бы интересно. Да, Настя? Да. Ижден кедашу с центром. О, да, Найн. Настя, ну вон этот ТК Макс. Хочешь, зайдем, подойдемся? Что там есть интересного? Кстати. Это не тебе зрителям. Ребята, кто проживает давно в Германии, расскажите, пожалуйста, в чем выгода подобных магазинчиков? Здесь постоянно скидки, огромные скидки. Вернее, даже не скидки. Ну да, вот кто под него. Но даже без скидок цены на ту же, допустим, Милку, на всякие сладости намного ниже, чем в обычных магазинах, чем в обычных супермаркетах. Напишите, в чем их выгода. Очень интересно. Так, хочу вам рассказать, почему я поставила восклицательный знак, как смайлик там на видео, потому что сзади сидел человек, и я не хотела, чтобы его лицо попадало в видео. Ну да, наверное, да. Сейчас я вам прикреплю, как Настя сделала чебуреки вчера. Сейчас ничего, просто, ребята, 23, 30, по-моему, было, говорит, все, хочу делать чебуреки. Хорошая, через рецепт, без всякого укса, без всякой соды, просто на минералочке делала, даже без яйца, чтобы ты понимала, туда идет желток, но желтка не было, просто минералки. Хорошо, что ты реально их сделала, потому что сегодня приходила к нам Марина, и мы, было хотя бы чем угостить чебуреком. Тесто тоненькое, фарш. Вкусно, да. Хорошо я сделала фарш? Очень вкусно, да. Фарш вкусный был, потому что у нас нет мясонучки. Лучок в меру. Я это все делала. Ну, правда, ты столько начинки добавила, чисто по-украински. Нет, это не в том смысле. Много очень начинки. Это в том смысле, что я смотрела рецепт, и я сейчас такая думаю, блин, а почему он так кладет много той начинки? Ну, я повторяю за ним тоже так, две ложечки там таких хороших. И этот, и, ну, блин, да, много. Чуть меньше, но тесто шикарное получилось. Мне понравилось, бульбышки. Кому интересен рецепт, вы напишите, а Настя вам ответит и распишет, что и как нужно делать. Ну, реально очень вкусно. Я думаю, если была бы свинина, может, конечно, они были бы сочнее, да. Да, потому что это было филип. Но мы здесь фарш с свиной не покупаем. Да. Потому что в большинстве своем он идет уже вместе с говядиной такой смешанной. Мы не едим говядину. Поэтому, ну, и вообще я не особо люблю. Это так вот вспомнить чебуреки в Украине, там, да, в чебуречных. Вот это можно, конечно, и свиной фарш. Да. Есть без проблем. Муечок, это все, конечно. Вкусно. У нас ты молодец. Да, это не емало. У тебя пробило, короче, на работу с тестом, да? Да, я вчера Ганя говорю, давай будем тут открывать. Чебуречные. Чебуречные. Такие эти киоски. Ну, как. Короче. Уличная еда. Да. Стрит-фуд. И тоже вот такое все в масле, прям в масле, в масле. Какие-то пирожки, чешото. Что-то с капустой, короче. Напишите, я не знаю, как называется. И я думаю, что и чебуреки, и чебуреки очень даже бы понравились им. Да, конечно. Тем более с насом. Не, не распробовали по стопроценту. Они ходили бы за каждый день. И картошечку бонусом, да? Да. Но они же, блин, посмотри, ну, пьедятся же вот этот сырой фарш как-то с хлебом и с луком. А, ну, кстати, да. Не все, но это на любителям. Ну, любят многие. Я думала когда-то попробовать. Мы можем снять видео, типа, такую рубрику. Пробуем необычные продукты в Германии. Необычные блюда. Блюда, конечно. Напишите, интересно это будет или нет. В общем, сейчас я тут прикрепляю видео. Ребенок идет, плачет. Все, прикрепляю видео этих чебуреков. Всем привет. Не знаю даже, что сказать. 23.55 на часах. Настя приспичила делать чебуреки прямо сейчас. Говорит, я не хочу завтра ничего готовить, а сейчас приготовлю. Короче, делает фарш из кусочек курицы. Ну, из курицы. За муковьки воск сходила. Ну, в шоке просто. Видишь? Значит, ты вместо мясорубки сама делаешь, так что. Да, вот, шикарный. Конечно, не свинина, но у меня курица. Но если лук, сейчас сделаю тоже, потому что от чебуреки надо вообще это все делать этим блендером. А что ты так решила резко? Ну, не знаю. Ну, не знаю. Сам Файл посмотрела, да. Он тоже поздно делал. Он обычно тоже снимает. Здесь вечером. Так и я. Такой вот процесс. Надо поливать обязательно. Чтобы были пузырьки. Сыпай, стой, стой, стой. И вот, что уже получилось. Я первый раз. Кто из Харькова поймет. Чисто чебуречная на маршала Жукова. Палац спорта. Вот и все. Последний раз. В общем, все, ребята. Ждем ваши комментарии, ваши лайки, подписки. Пишите, что вы думаете. А мы пошли дальше гулять, пока есть солнышко, пока есть хорошая погодка. Все, всем удачи, хорошего настроения. Пока. Девочки, мальчики, вот такие у нас чебуречки вышли. С пузыречками. Очень аппетитно пахнет. Да, такие пузырьки. Очень. Думаю, что будет очень вкусно. Сейчас будем пробовать. Кому интересно, я могу рецепт написать. Да. Все, пробуем.